Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам хочу показать World of Tanks. Это одна из самых необычных MMORPG, которые я когда-либо видел. Это симулятор танкового боя. Сейчас я вас постараюсь познакомить с интерфейсом. Если эти серии будут иметь хоть какую-то популярность, я покажу свой аккаунт. Там, конечно, нема чем хвастаться, но есть о чем рассказать о слабых инстахиде, об управлении теми или иными видами танков. Что ж, смотрим. Обучение, которое дает нам возможность получить подарок 100 опыта из танков. Давай любой. Я не знаю, чего ждать от этого обучения. Ну, походу, это обычный бой. Сейчас попробуем. Карта. Карта загружается рандомно. То есть, две команды кидают на карту по 15 человек. Состав этих команд разделяет великий, могучий, белорусский рандом. Сейчас смотрим бой. Вот наш танчик. Это... Это он. Это МС-1. Первый танк. За Советский Союз. Симпатичная такая машинка. Инвалидка. Управление простое. ВАДС. Как везде, в обычных ММО. Как вы уже поняли, это совсем необычная игрушка. Ее можно сравнить только с похожим на нее танки онлайн, но это совсем не так и совсем другое. Совсем. Вижу какой-то колокольчик. Ее умилительное железное. Он прячется. Капины. На свал. Ну, как нельзя. Как видите, бой не удался, к сожалению. Я успел подбить вот этого говнюка, но у меня его кто-то упел. Я не заметил, к сожалению, кто. Как правило, все зависит. Ой, блин. Все зависит не только от вас, самих любимых, но и от вашей команды. Вот, блин. И я спалился. Все. Я в какой-то мере безопасности. И ненадолго. Ну вот. Ну, пусть нет. Лучше я умру стоя. Ну, засвечу кого-то. Вот. Я его засвечу. Теперь я умру как герой. Не, я все-таки разрешу вам лицезреть, как меня отымеет. Смотрите. Вот она, вот она. Тварь. Ну, че ты ждешь? Ну, вот и все. Вот и конец. Прекрасно. Я его даже не продел. А вперед. Это называется воля рандома. Задание выполнено. Ура. Это был, конечно, свинчик. За каждым бой нам дается определенное количество денег, то есть кредитов. Второе задание вверхи. Вы можете выбрать любой танк в ангаре перед началом боя, чтобы комплект себя достаточно снарядом. Окей. Ладно, будем делать храное задание. Спасибо. Ремонтировать. Спасибо. Пополнять автоматически. Да-да-да-да. Ну, окей. Идем в бой. В игре есть много карт. Много. Около 15. Как я говорил, они выбираются рандомно. То есть, одна за одной одинаковые карты не попадаются никогда. Игры на картах имеют различные режимы. Их вели только с последним патчем. Допустим, Шторм. Это нужно захватить общую базу, отмеченную на карте белым флажком. Стандартный бой. Это захватить базу противника. Как и каждой игре этого жанра, тут присуще Тим Тил. То есть, убийство командного игрока. Или фрагодрочерство. То есть, франк защитывается... То есть, убийство танка защитывается тому, кто последний его добил. Ну, как сделал я. Меня может и надувать подонком, но этой тактикой пользуются все. Все в последнее время стали бешенными статистами. В этой игре есть статистика. Статистика более-менее удачного боя. Я унес 3 жизни. За каждый бой дается определенное количество опыта, которое дается как за убийство, так и просто за повреждение противников. Статистика, про которую я говорил. Процент выстрелов. То есть, произведено выстрелов 13. Попал 11. С этого статистика составляется в процентах за каждый ваш танк. Итак, второе задание. Снаряжение улучшает различные характеристики танка. Малый объем комплект позволяет один раз в течение боя починить один поврежденный модуль. Я вас поздравляю, вы выполнили второе задание. Да, спасибо. Купить и установить модуль. Вот, как видите, это древо развития танков. Ну, твою ж мать, ну хватит меня перебивать. Вот так покупается конкретный модуль. Вот так покупается пушка. Нас начали вводить за ручку. К чему я хочу впервые? Ну, главное. Так. Вот так покупается пушка. Как видите, они все разделены по лавелам. То есть, первый по уровню. Первый уровень, второй уровень. Б-комплект, естественно, при каждом виде пушк меняется. Его приходится закупать по-наново. Полностью исследований танк называется элитным. То есть, получает такой статус. Это если у вас исследованы все эти ячейки. Чтобы продвинуться к следующим танкам, нужно их изучить за опыт. А потом купить их в магазине. Эта игра имеет 4 древа. Пока что 4 древа исследований. За каждую нацию вам дается первый левел танка. Допустим, когда мы начали играть на МС-1, мы начали качать как бы древо СССР. Мы можем качать самоходные артиллерийские установки, то есть САУ, артиллерии. Легкие танки, которые со временем перейдут в тяжелые, до топовых машин 10 уровня. Тоже легкие танки, которые со временем изменятся на средние, также до топовой машины среднего танка. И САУ, то есть ПЭТА-САУ. САУ это артиллерия, самоходная артиллерия. Танк как бы уже считается топовым, но не элитным. Элитным, когда изучено полностью все. Топовая техника, это техника, на которую можно поставить максимум. То есть мы уже можем поставить пушку, мы уже можем поставить башню, двигатель и рацию. На все это тратится только деньги. Вот эта пушка лучше, это какой-то долбаный пулеметчик. Естественно, каждая пушка разделяется по скорости выстрела в минуту, по бронепробиваемости средней и по урону. Вот что называется топовый танк. Он, как вы видите, изменился по виду. Броня у него не меняется. Прочность немножко изменилась за счет башни. И, естественно, урон изменился за счет того, что мы переставили пушку. Играть на таком танке уже превращается в удовольствие, а не в мучение. Как вы видите, у нас есть 4 боевых машины. Естественно, это первый танк МС-1. Лэйдж-трактор 2. Т-1-3. И вот эта хрень. 4. Естественно, СССР, Германия, Америка и Франция. Каждый из этих танчиков имеет отменные характеристики один от другого. 5. СССР, Германия, И также использует отменные модули. 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Играть на А.Егорова Сейчас у нас есть возможность изучить следующий танк. Естественно, мы можем дальше играть на А.М.С-1. И прокачать полностью. и все. Но в данный момент нам дают выбрать. Пожалуй, начнем качать ветку тяжелых танков. Хотя они все до 5 уровня считаются легкими, но первый танк... Ой, какие? До какого пятого левера? Чего они все? Вот, в 3 уровне считается еще легкий танк. Ну, естественно, в ветке. Средних танков до четвертого. Дальше уже идут средние танки. Итак, первый тяжелый танк. КВ-1. Естественно, он имеет уже отличную броню и будет иметь отличную топовую пушку. Вот так всегда. Иногда один тянешь команду, а не сволочи все равно сливаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так иногда случается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как это ни прискорбно, все в этой игре, все абсолютно случается по воле рандома. И вот такие вот ситуации просто не выдерживают критики. Субтитры делал DimaTorzok Это статистика. Вот в этом поле показываются все танки, на которых вы играли. Любой игрок может кляцнуть по вам правой кнопкой мыши, осмотреть информацию и посмотрит весь ваш срач. Допустим, я провел на МС-1 три боя, и все эти три боя были проиграны. Я убил и для сравнения четвертый бой. Приоритетная цель, естественно, на карте, это горка и вот эта горка. Но мы будем брать основную, ибо там хороший пункт для прострела вражеской базы, и с нее можно совершить быстрый к ней прорыв. Если вы успели прочитать, у меня было написано «Экипаж выведен из строя». Я сейчас в легком недоумении и просто не могу связать двух адекватных слов. Как вы заметили, команда опять сливается. И хоть есть пословица «Один в поле не воин» или «Я думаю», тут это как нельзя к стату. Ну и вот, собственно, геториал знакомит нас с магазином. Я продал американский танчик, и вот нам следующее задание. Вы получите 100% командира. Командир, как известно, отличается. Итак, как вы видите, я немножко прибарахлился. Я распределил тот опыт, который у меня был, и тот опыт, который мне дали за задание свободным. И выключил движок и пушку второго уровня. Также я их и поставил. Все. Сейчас будем спробовать наш новый танчик. Ах да, чуть не забыл. Последнее задание у нас – купить танк третьего уровня. Ну что ж, будем идти к этой цели. У нас случается такое. Команда выигрывает почти сухую, а вы ничем не отличились. А когда вы думаете, блин, я набил 5 фрагов, а какого хрена вам бы не выиграть, и они в тот же момент сливаются. Белорусский рандом. Да просто тянет расстрелять свои... Блин, сокомандовцы. Видите, это победа, но твою ж мат. Ну что ж, на этом все. Что я хотел показать, я показал. Если вам будет интересно, я покажу больше. Пусть и места пробития на танках на своем основном аккаунте. Просто хотел вам показать, как начинать. Ну, у меня это не очень хорошо получилось, ибо команда сливает постоянную. Итого, достижение 6 проведенных боев, 1 победа, поражение 5, выжил в боях в одном. Танков уничтожено 10. Максимум за бой 5. Процент попадания 58. Ненесено пограждение 928. С вами был Марс. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых видео.